Халю, гуден так! Ви ист, ир, имейль адрес, ви ист, ир, намы, гибургс, намы, да, то есть это теперь имя, фамилия, как бы, но при рождении, девичь, я еще иногда по-русски ее понимаю, и так далее. И вот теперь у нас стоит в шаблоне, очень часто, практически всегда, вот такое задание, это гибургс датум, переводим с конца, дата рождения, гибургс, родились. Два варианта спросить, когда же вы родились полностью, или, вис ир гибургс датум, если мы кому-то на вы, или, если на ду, вис дайн гибургс датум, это первый вариант. Но есть еще полный, второй, когда мы используем форму прошедшего времени, перфект, мы же не сейчас рождаемся, да, а действие уже там, в прошлом, Моцарт когда-то родился, я когда-то родилась, действие состоялось, оно уже в прошлом. И для этого нам нужен перфект. Мы помним, что гибургс будет стоять в конце, в нашей формуле всегда, и после него точечки. Но это партиципальный, ему нужен вспомогательный на втором месте. И у нас было два, хабе или займ. Вы помните, когда мы используем займ, в тех случаях, когда у нас изменяется состояние, или мы из пункта А в пункт Б перемещались. И вот теперь, мы же родились когда-то, это же изменилось состояние? Значит, наша формула будет звучать ВАН, ну, мы же спрашиваем время, мы хотим когда задать вопрос. Когда вы родились? ВАН СИН СИ ГЕБОРНИ? Если мы будем спрашивать у кого-то на ДУ, когда ты родился, в полном значении применения прошедшего времени в перфекте, наш вопрос будет звучать ВАН БИС ДУ ГЕБОРНИ? ВАН БИС ДУ ГЕБОРНИ? И когда у вас, вот к вам прилетает такой вопрос, соответственно, раз ДУ, значит, это что-то от нас хотят, от меня, мы будем менять на ИХ. ИХ БИН ГЕБОРНИ, я родился. Но мы-то теперь хотим сказать число, месяц, дату рождения. ВИС ДАИН ГЕБОРТСДАТУ будет ответом служить на этот вопрос. В 31 января. Но можно также и месяц, который идет по порядку, тоже сказать. Если человек говорит ИХ БИН АМ ФЮНФТЕН ГЕБОРНИ, месяц тоже может преобразовываться вот в такое порядковое числительное или быть полностью названным, То есть, какого-то числа и месяца. Потренируйте, пожалуйста, внизу под этим видео. И обязательно напишите, как в качестве упражнения, когда же вы родились, два варианта. Или, mein Geburtsdatum ist, am, и цифры, прям пропишите полностью, когда же вы родились, это очень важно. Восьмиллион раз будут задавать вам этот вопрос, у вас будут спрашивать, и вам нужно быстро, сразу, вот прям закрытыми глазами, уметь отвечать на этот вопрос. Или второй вариант, тоже тренирую. Ich bin, Geburnt, да, вот то же самое, когда я родилась. Ich bin, am, вот здесь мы закладываем всю-всю-всю информацию про день, месяц рождения и потом Geburnt. Ну, и еще нужно обязательно поговорить о том, что если у нас спрашивают, wann ist dein Geburtsdag? Ну, тогда спрашивают просто так, просто день рождения, день твоего рождения, dein Geburtsdag. Или ihr Geburtsdag, да, то есть мы помним притяжение, вежливо. То тогда можно ограничиться в ответе просто датой. Am 16. März, 16. März. Но когда у нас спрашивают Geburtsdatum, то, конечно же, хотят от нас услышать полный ответ. Это день, месяц и год рождения. А теперь Achtung, потому что мы сейчас сосредоточим наше внимание на том, как же будет звучать, писаться наш год рождения. Любое число, если оно не связано с датой, с годом, то есть там какой-нибудь 1973 страницы в книге, 2016 гривен, евро заработал там человек. Мы так и будем говорить 2300, сколько-то там, 65 евро. 1920 страниц в книге, к примеру. Называем всегда число полностью после каждого. Если это четырехзначно, то мы туда называем цифру. Если 5000, значит 5, слово 1000. Потом идет, например, 3, но это 300, 3 сотни. Слово 100 вставляем. И крестиком наших последних два числа. Но если мы будем говорить про дату, про число, которое связано с годом, то здесь Achtung, потому что наше число будет состоять как бы из двух частей. Нам нужно будет, как в английском принципе, то есть они тоже делят 19 и потом 22 какой-то, да, вот 19 мы там говорим, ноенцинь, но только в немецком языке. Еще будем добавлять слово хунде, ноенцинь, хунде, и теперь крестиком, или там как наше число двухзначное называется в вашей дате рождения. Но тут уже точечку не добавляем, хотя по-русски, наоборот, хочется какого же 21, 47 года, 39 года. По-немецки нет, внимательно, да, потому что мы будем говорить из двух частей дату, посрединке только вставляют слово хунде, ну как бы вот 19 сотен, 29 года. И без точечки, и без нашего сегодняшнего суффикса te или ste. И в принципе тоже потренируйте, пожалуйста, любую дату, вот именно полностью, еще и с годом, ваших родственников. У нас тема семья, поэтому у вас и танцы, и энкель, и ома, опа, кто угодно, пожалуйста, напишите. И смысловой глагол в конце. И вот теперь еще небольшой нюанс, то, что у нас в 2000 году обнулились как бы наши цифры, да, то есть это две, ноль, 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 вот такое число получилось, две тысячи. И с этого момента немецкое число стало жить чуть-чуть другой жизнью, поэтому все те, которые родились с двухтысячного года, будут просто называть 2000. Если у нас год, например, 2020, если 2020, да, то есть 2020, видите, мы тут уже неделя. Возможно, когда будет уже перехлест цифры в сотни, 2100 какой-то, 2300 какой-то, чуть-чуть позже, ну или не чуть-чуть, но тогда вернуться опять вот как бы к делению года на две части, возможно, с вот этим использованием слова hunder, как раньше. На этом все, поэтому, пожалуйста, еще раз повторите внизу под видео, выполните упражнения, когда мы задаем вопрос и хотим узнать у кого-то дату рождения, то наш вопрос будет звучать, wie ist dein Geburtsdatum? Или второй вариант, мы сегодня выучили два, wann bist du geboren? Обязательно еще ответ про себя, это очень важно, все ваши личные данные, как ваша фамилия в паспорте, buchta bieren sie bitte, и ваш электронный, и ваша дата рождения, это очень важные, необходимые данные. Ich bin am 31. Januar, какой-то год, две части помним, и в конце geboren. На этом все, das war's, alles gute, bis zum nächsten Mal, tschüss! Субтитры сделал DimaTorzok